К нашему эфиру присоединяется Николай Маломуш, генерал, бывший глава службы внешней разведки Украины. Николай Григорьевич, рады приветствовать вас. Здравствуйте. Приветствую, слава Украине. Героям слава. Итак, Байден объявил, что США предоставят Украине военную помощь на около 8 миллиардов долларов. Среди прочего в этом пакете там дополнительная батарея ЗРК Патриот, боеприпасы класса воздух-земля для F-16, ну и много чего другого. Как вы оцениваете этот пакет? Ну, первое, чем я ориентируюсь, как раз во время визита, американский президент оценив важность именно и наших инициатив в отношении будущих активных действий на поле боя, наших возможных преимуществ, особенно проведения ряда операций, это курское направление, это новые возможные тактические стратегические операции, которые потребуют, например, особых сил и средств. Это высокоточная техника, вооружение, боеприпасы, вот, конечно, это системы РЭП, вот, поэтому в этот пакет, кроме названных, вот, еще дополнительные системы Хаймерс, вот, бронетанковая техника, вот, еще радиолокационные системы и РЭПы против беспилотников. Вогнивые средства против беспилотников, которые составляют сегодня нам большую проблему. Вот, вот, каждую ночь мы видим прямо противник действует целые десятки, а то иногда сотни типов различных беспилотников и наносят удары по мирам населения. Как раз вот пакет предусматривает усиление и огневой составляющей, это противодроновые системы, а также радиоэлектронные, которые будут их сажать, ну и противоракет крылатых и даже стратегических. Поэтому те средства, которые сейчас поступают в большом пакете, в первую очередь, вот, первый пакет 5,5 миллиарда, это то, что будет на протяжении нескольких недель. Это с арсенала Пентагона, который нет необходимости готовить, хотя одно, я говорю, что исчерпывается, я прямо скажу, знаю потенциал Пентагона, там средства и огневые возможности очень большие. Используют только те, которые были в запасниках, а вот как раз основная составляющая часть, это то, что сейчас уже поставляется нам, этого четвертого поколения. Без пеки рассмотрим пятого поколения. Кроме всего прочего, это различные типы боеприпасов, не только снаряды 155-го калибра, это минометы, это выстрелы к хаймерсам, это уже, мы говорим, кабы. Это очень важная составляющая, которая будет наносить удары по врагу системно. Нам понимаем, что враг постоянно, проблема создает им удары кабманной авиации. Мы теперь будем, это новейшая, конечно, ракета, которая будет меняться с позиции F-16 с территории Украины, где враг, сильные системы ППО, их доставать не будут. То есть угрозы сбития F-16 не будут, потому что это, как мы говорили, 130 километров, а пуск может быть за 20-30 километров от линии разграничения. Это, конечно, кассетные боеприпасы, это то, что будет помогать нам уничтожать большое количество врага, вот особенно Покровское, Кураховское, как раз Кулинарское направление. Вот те горячие точки, где требуются особые и невыездные боеприпасы для уничтожения массовой, так сказать, атак и большой концентрации войск при фронтовой зоне. Поэтому вот хороший, так сказать, формат помощи для бойцов-командиров в ближайшие, прямо скажу, полтора-два месяца. Это усилит нашу оборону по линии фронтов, в горячих точках и, конечно, даст возможность более эффективно готовить наступательные операции, как на территории России, так и в новых секторах уже проведения операций. Там, где враг не ожидает, это, конечно, операции по освобождению оккупированных территорий. И в целом хотели узнать ваше мнение о визите Владимира Зеленского в США и, в частности, о выступлении на Генассамблее ООН. Вот сейчас стартовала такая масштабная реформа этой организации и многие мировые лидеры часто говорили о том, что недопустимо, чтобы в ООН была страна, напавшая на другую. Скажите, по итогу, есть ли шанс, что Россию все-таки выгонят из ООН? Я прямо скажу, что на заседании Генассамблеи, да, действительно, президент вы высказал правильные темы в отношении формирования нового мирового порядка на основе статута того же ООН на принцип международного права, которое предусматривает наказание агрессора всеми странами мирового сообщества. И вот как раз сейчас, да, действительно, подавляющее большинство поддержали Украину, нашего президента. Это более 142 стран. Россия и несколько там стран высказали против, а или не были присутствовали, не присутствовали. Ну и 2-2 десятка где-то воздержались. Это такие нейтралы, но больше работающие, как и поддерживающие Россию. Но в данный момент мы не видим, что именно сам ООН и даже Генассамблея могут принимать эффективные действия. Я прямо скажу, если все представители ООН однозначно выступили против России и заблокировали действия и вывели из состава Совета Безопасности, это уже был бы знак для России, что мир против России весь концентрирован. И поставили требуем прекратить войну и выйти с территории Украины. Я прямо скажу, при таком мощном давлении ООН, а тогда и поддержки боев в формате на фронте, Путин точно бы не выдержал. Ему вынужден бы выходить из Украины и считать какие-то проблемы, которые для него являются критическими. А это, конечно, попытка уже оправдать себя и заключить какой-то мир, но уже на условиях международного права. Но так, к сожалению, нет. Нет именно механизмов давления на Россию. Россия доминирует в Советбезе, заплатила незаконно эту позицию еще после развала Союза. И как мы не ставим вопрос, никаким способом даже наши партнеры не создают условия для исключения России с Совета Безопасности и вообще с ООН. Поэтому и смотреть именно и самоорганизацию, и в принципе деятельность это очень актуально. А для этого, я говорю, должны быть консенсус стран, в первую очередь лидеров мирового сообщества, и США, и Британия, и Европейская Союза. Подключая сюда уже беспективы и Китай, и Бразилию, Индию, Турцию и другие страны, чтобы подтянулись им все третьи. В плане того, чтобы все-таки воссоздать именно новые реальности, новый миропорядок. Это может быть даже новый, мощнейший форум. Не на базе просто ООН, а на базе именно консенсуса мощных сил. Почему он может состоять? Потому что буквально на днях Россия меняет концепцию ядерных загроз и возможностей нанесения ядерного удара. Вот это загроза всему миру. И поэтому должно это понудить не только страны-партнеры, а весь мир противостоять России и объединиться. Не на базе, например, ООН, а на новом формате. Это типа Хельсинские совершения в свое время, но это расширенные. С учетом загроз миру и человечеству страны России. Вот такой формат должен сработать. Он сейчас нужно реформировать, используя такие механизмы и с учетом таких глобальных загроз. Ваш анализ ситуации на фронте хочется услышать. Покровское направление, согласно своду Генштаба, сейчас лидирует по количеству вражеских штурмов. Очевидно, что там противник натолкнулся на эшелонированную оборону. Наступление застопорилось. Но вот сейчас активно подтягивает южный фланг. Селидова, Курахова, Углидар. Ваша оценка, где самые горячие точки южного направления? В первую очередь мы отмечаем то, что Путин дал задание пробить этот сектор. В первую очередь Покровское, Углидарское, Кураховское направления используют все силы и средства. Бросают последние резервы. Несмотря на то, что нужно большие силы выделять на Курское направление, потому что для него это очень мощный удар по престижу, что он сдал территорию России. А тут именно была первая очередная задача захватить еще до 1 октября и Покровск, и Углидар, и Селидово, и Курахово, и все-все, так сказать, населенные пункты. И дальше продвигаться по Донецкой области, заплатив всю Донецкую область. Это не получается. Мы вышли с концепции не просто защиты и нанесения ударов по резерву, это очень важно. Кстати, мы сегодня имеем цифру 1350 примерно уничтожено. Это большущее количество. Такие потери ежедневно обесценивают любые глобальные наступательные операции, тем более резервы противника. Это одна из главнейших задач сегодня на фронте. Поэтому он концентрировался только в этом секторе. Но, как примерно 2 недели назад, командующий Цирский указал, мы применяем уже на Покровском направлении модель нестандартных действий. Это маневрирование, это удары с флангов, это удары по прифронтовых резервах и огневых средствах, и, конечно, проведение контратак в неожиданных секторах. Это дал свой эффект, ну, соответственно, создание линии обороны и укрепрайонов. Поэтому враг не мог пробить в лоб и начал 7 дней назад операции на юге. То есть пытаясь создать именно условия и перевес на флангах, и поэтому это Селидова, это удар, который сейчас находится в тяжелом, прямо скажем, состоянии, потому что 72-я бригада, которая защищает, это, конечно, очень мужественные воины, но необходимы дополнительные резервы. Потому что враг скользил громадное количество туда войск, последние резервы, но бросил туда. Поэтому в данный момент мы, с одной стороны, держим позиции, а с другой стороны, та же ситуация, когда предусматривают также удары по флангам врага, где он продвигается в этих секторах. Проведение очень мощных огневых ударов по силам и средствам в тылах, и особенно на прифронтовой зоне, что он не мог продвигать новые силы и средства, это очень важнейшая составляющая. Держим фронт, наносим удары не стандартно с флангов, а, возможно, с тылов, создаем условия для контратак или даже окружения врага, и уничтожаем резервы в глубине. Вот такой формат сейчас работает, поэтому я думаю, что позиции будем держать, где-то сманеврируем, чтобы мы не так же не расчаровывали, что где-то кто-то отошел. Тут боевая ситуация. Нужно оценить ситуацию на фронте и в отношении наших возможностей, более выгодных позиций и сохранения жизни военных. Поэтому я думаю, что ситуация тяжелая, но мы выстоим, сманеврируем и дальше будем уничтожать врага. По Углидару путинские солдаты предпринимают попытки окружить город. Накануне в нашем эфире спикер Украинской добровольческой армии Юг Сергей Брачук сказал, что одним из элементов вот этой вот наступательной операции россиян является попытка обезопасить сухопутный путь в Крым. Мол, защита Керченского моста ненадежна, так же, как и морская логистика сейчас, штормы и так далее, удары по паромам. Вот как, если на ситуацию в Углидаре посмотреть с этой точки зрения? Согласны с мнением Брачука? Ну, это один из направлений на пополнение личного состава боевых средств врага. Это как раз и на Донецком, и на Запорожском направлении два лоистических пути. Это через Углидар и, конечно, через направление Запорожье. То есть это Токмак, вот эта ветка. То есть это два еще лоистических пути для снабжения своих войск Донецкое, Запорожское, Херсонское направления. Альтернативно третьему это Крымский мост, паромная переправа, откуда также идут войска, боеприпасы, техника на пополнение войск. Враг предусматривает, что, возможно, мы нанесем мощнейшие удары одновременно по Крымскому мосту, паромным переправам, ну и другим логистическим цепочкам и на территории уже Крыма, и на перешейке, а, возможно, начнем наступательные операции. Поэтому стараемся захватить Углидар как альтернативный путь снабжения войск и продвижения в этом направлении. Это, конечно, узловой центр для логистики врага. Поэтому он так упорно и продвигается там. Ну, это двойная задача. С одной стороны, логистика, а с другой стороны, обходить по Крымску, чтобы продвигаться по территории Донецкой области, выполняя задачу захвата Донецкой, ну и всей Луганской области, которой Путин уже, как, сказать, момент истинного берет для себя. Вот захватить и все. Несмотря на то, что есть Курск, то уже мы там имеем перспективы, а он все-таки пробивается тут. Ему военно-дакладывают, что это главное направление, и послаблять позиции нет возможности. Потому что, с другой стороны, тут же двойная позиция, а он очень мощно наступает. Но мы готовим и бреши в линии обороны врага, и мы обнанести концентрированные контрудары неожиданные. Это будет неожиданный формат Курска, но только на территории Украины. А это для них угроза. Поэтому стараются захватить то, что сейчас имеет стратегическое значение, и для пополнения сил и средств, логистических цепочек в это направление, ну и, конечно, уже использовать для фланговых ударов против нас. Ваше мнение как разведчика хотелось бы узнать по поводу операции по зачистке агрегатного завода в Волчанске. Как известно, операцию проводили несколько подразделений Главного управления разведки, в том числе Русский добровольческий корпус. Что вы думаете об этой операции? Ну, уже давно предполагали, что очень подготовленная операция может решить задачу освобождения этого завода. Это знаковый Крямовский пункт, потому что враг кичился тем, что они захватили Волчанск и держат его за счет только агрегатного завода. Там больше ничего такого и не было. Поэтому задача была и военно- и военно-политетского характера все-таки освободить завод. Подготовка велась в долгах, выясняли силы и средства противника. Там также были спецназы от противника, которые очень мощно держались, потому что простые военные России там удержаться точно не могли бы, так как там очень мощный вал огня с нашей стороны был, атаки постоянно. Но это был как бы отвлекающий формат. Они пополнили резервы, и была задача держать плацдарм для последующей усиления этого направления и захвата Волчанска. Но мы готовили именно не только в плане выявления силы и средств противника. Каналы, подходы, возможно, прощупали огневые точки и удары, где они имеют укрепрайоны. Возможно, так сказать, комбинации ударов с воздухом, например, дронами, артиллерийскими системами, атаками в лоб. И в этот же период потока специальных операций, продвижения к агрегатному заводу, зная хорошо расстановку и разрушенные уже сооружения завода, как проникнуть, как зайти с тыла, как зайти с планков, особенно ночью, когда враг не ожидает, и это послабляет внимание и возможности огневого отбора. И это очень сложная, тяжелая операция, которая требует просчитать сотни раз варианты на карте, на реальной местности, то есть использовать дроны и других разведстресс, и, конечно, проработать именно на макетах в плане проведения самой операции. Ну и, конечно, сама операция. Вот я сказал, грамотно подготовленная комплексная операция, она привела к активным успехам и к минимальным потерям с нашей стороны. По Курской области, вот детально, накануне появилась информация от Института изучения войны, что боевые задачи с российскими военными там пытаются координировать российское ФСБ. Как вы вот такую информацию оцениваете? Ну и в целом, спустя почти два месяца с начала операции, ваша оценка хода ее и перспективы на ближайшее будущее? Ну, я прямо скажу, Путин не ожидал такой операции, был растерян, и решил тут срочно именно задействовать ФСБ, как основной координирующий центр объем антирессивной операции. Это, во-первых, примитивно и большая ошибка, так как там реально идет война. И задействованы войска за вооруженные силы Украины, и задействование спецпродавления ФСБ, это очень неэффективно. Я просто знаю ИВМ, знаю Альфу их, вот просто реально. Эти люди ориентированы на противодействие комплектным террористам, которые имеют спецнавыки по поводу проведения, например, террористических операций, где-то захвата отдельных объектов, но не больше. А вести фронтовые операции с атаками, с мощнейшими ударами, и, например, там зенитракетных систем, зенитно-минометных, мощных ракетных ударов, артиллерии, райотехники, для этого ФСБ никакой ВМП ни к этому не приспособлен. Хотя координация, еще раз говорю, за ФСБ. Вот это разобщенность в плане руководства операций и координации, это нам на руку. И поэтому эффективность вот этих элитных, как мы говорим, в лобках подразделений, она тут минимальная. Так как в бою они не имеют перевеса, а наоборот, не имеют опыта работы. Поэтому вот такая ситуация, я еще раз подчеркиваю, послабливает позиции российских войск. И несмотря на то, что задействуется на ФСБ, вот там бросается большое количество войск противника под эгидой Генштаба, в первую очередь, это 45-50 тысяч человек. И вот они пытаются проводить какие-то наступательные операции. Мы это все видим, готовим контрудары и проводим их. По многим направлениям выстраиваем линию обороны и проводим альтернативные удары же по Курщине, там, где не ожидают, с позиции Украины, переходя в кордон. А вот тут уже они точно не ожидают. И те же ФСБшники, не только пограничники, бегут с линии разграничения. Такой вопрос еще. Россия через Иран ведет переговоры с йеменскими хуситами о передаче им дальнобойных противокорабельных ракет П-800ОНИКС. Об этом сообщает Ройтерс. Пишут, что решение о передаче пока не принято. Запланированы новые встречи в Тегеране в ближайшие недели. Ранее, напомню, Путин заявлял, что если Запад разрешит Украине наносить удары по территории России, то он может поставлять такое оружие силам, которые будут атаковать корабли в Красном море. И вот эти корабли как раз западные страны пытаются защитить. Вот к чему вся эта риторика и насколько Путин готов сделать этот шаг? В первую очередь, Путин не может сдержать Запад в плане помощи Украины. В первую очередь, дальнобойные ракетные средства, авиации, ну и новейшие системы, рэпами и другими. Он пытается запугать Запад ядерной угрозой и передачей как раз ракет различным авторитарным режимам или куситам, типа террористическим или экстремистским организациям. Чем угрозить Запад? На эту угрозу ядерного оружия понятно, на это очень сложная тема, потому что получит контр-удар мощнейший. Это конец цивилизации, может быть. Поэтому риторика может быть, играть на грани фолан может. А вот передача куситам, это реально. Это то, что очень чувствительно для поставок нефтепродуктов, газа по морю. Я знаю сам, когда проводили операцию против террористов и пиратов, которые захватили корабли, это очень чувствительно будет для США, Британии, Германии, для всего мира. И Путин понимает болевую точку. Поэтому поставка, это может действительно усилить позиции террористов, которые будут нанесить удары по энергоресурсам стран Запада. И поэтому он прорабатывает эту ситуацию. Он дает сигнал, что я такое задействую, чтобы давить на Запад. Хотя бы и реально передать. Но я прямо скажу, такая передача, это не только концентрирует более эффективное противодействие Запада против куситов, потому что это будет номер один угроза, но и против Ирана, все ее средства оперативные, боевые, я не говорю экономические или политические, будут настроены, и еще усилят позицию против России, как террориста, но не только воюющие на территории Украины, но и воюющие уже обоснованно с странами Запада. А экономическая сторона, энергетическая в отдельности, это очень чувствительная тема. И тут поднимаются очень многие страны против России. То есть, я скажу так, возможности передачи ракетных средств вызывают мощный огонь на себя не только США и европейских стран, но и многих стран мира, которые будут срождать от таких ударов экстремистской организации. Николай Григорьевич, спасибо за эту беседу. Я напомню нашим телезрителям. В нашем эфире был генерал Николай Маломош, бывший глава службы внешней разведки Украины. Если в вашей стране заблокирован доступ к видеосервисам, в том числе YouTube, прямой эфир телеканала Freedom круглосуточно доступен на нашем сайте uatv.ua. Чтобы получить доступ к нему через VPN, введите в поисковой строке вашего браузера «Скачать VPN» и установите приложение согласно инструкции. Таким образом, вы получите доступ к открытому просмотру эфира нашего телеканала. Также на сайте Freedom самая оперативная и объективная информация в открытом доступе.